Чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, для чего людям жить, не обманывая друг друга. Вам сколько лет? Мне почти 22. Ну, несовершеннолетние или? 22 года. А, ну тогда всё, а то я не знаю, что бы это говорить. Мы принесли сюда людям книгу. Книгу жизни. У кого-то бывают вопросы, потому что место это поганое, струмное. Тут что попало делают. И мы пришли людям рассказать о Боге. Тут все или пьют, или едят непрерывно. Воду можно пить? Да можно пить, но только перед экраном пить я не знаю как. Вот я сколько лет преподавал в университетах, делал занятия, и никогда не разрешал, чтобы мне стакан ставили пить. А зачем? Почему? Ну почему? Неприлично это. Это же неестественная потребность. У нас, наоборот, не придерживаются. У нас в своё время, в своё время потребности. У нас посты, и вот в это время нельзя есть мясо, молочное потребность. Ждём, когда кончится. Мусульмане точно так же. Если у них там идёт уроза какая-то, они уже есть не будут. У меня есть приятели мусульмане. Сейчас, подождите, сейчас я подойду. Кто? Людмила Степановна просила сейчас счётчика там снять. Я знаю. Так вот. Великие дивные дела Господни. Бог сотворил этот мир и человека. И на землю сошёл Иисус Христос. Умер за грехи людей и воскрес. Чтобы мы жили для вечности. Для вечности. Потому что за гробом другая жизнь. А это только подготовительный этап. Я сейчас с одним говорю, а никак. И мы всё равно. Ну, ты гниёшь каждый день только ближе к смерти. Ну, дальше-то что? И разум тебе не подсказывает, что так нельзя. Добрый будь, злой, одинаково всё. То есть совершенно сожжённая совесть. Да любой понимает. За добро есть добро. А за зло получишь зло. Не обязательно. А если и на земле этого нету, то там, значит, есть оно. Если Бог справедлив, то справедливость будет обязательно торжествовать. Везде. А иначе какой он Бог? Почему Бог любит убивать детей, например? Или насиловать детей? Что Бог? Это же Бог допускает. Допускает? Бог допускает войну. Она говорит, допускает Бог, что детей убивает, насилует. Да, да, допускает. И мы должны из этого извлечь его руки. Разве это справедливо? Несправедливо, я про это и говорю. Значит, справедливость там, за гробом, когда будет Божий суд, о чём пишет Лермонтов. И тогда воздастся каждому. Одним скажут, идите в радость господина своего. А другим грешникам скажут, отойдите, проклятые, в огонь вечный вместе с дьяволом. Где будет плащ и скрежет зубов? Почему в Библии Иисус убивает много людей, и при этом дьявол, которого он выставляет плохим, убивает намного меньше людей, чем тот же Иисус? А где кто собирает? Кто собирает? Я понял сейчас, что всё это про людей, я не дослышу всё. Она говорит, что Господь, Иисус Христос убивает много людей, а дьявол показан, что меньше убивает, чем Христос. Христос не убивает, он попускает, а дьявол свирепствует. Вы, если посмотрите, здесь есть ролик, называется «Интервью с дьяволом». Интервью прямо с дьяволом. Вот зарядите так, и вы увидите, как дьявол душу губит. Сразу показывает. Бульдозером трупы сгоняет у Гитлера, у Сталина. А у верующих, ударя даже в одну щеку, подставь вторую. Верующие никого не убивают. Я, кстати, не понимала, зачем? Зачем подставлять другую щёку? Для смирения, чтобы устыдить врага. Это заповедь Божья. Заповедь. Такого никогда не было. Если враг, значит, как Горький говорил, враг не сдаётся, его уничтожаем. А у нас наоборот. Вот Христос говорит, возлюбите врагов ваших. Враг голоден. Враг голоден, накорми. Хочет пить, напои его. И делая себе, соберёшь ему горящие угли на голову. Вы никогда в церковь не ходили? Какое насилие? Это нравственный человек. Он понимает, а что я делал? Я ему делал плохо, а он мне хорошо. И он начинает задумываться. Вы в храм не ходите? Нет. И никуда не ходите? Я считаю, что... Молиться не ходите никуда? Нет. Я считаю, что Бога какого-то единого, его не существует. И мне не нужны посредники между мной и Богом. Ну, утром встаёте. Вы благодарите Бога, что ночь прошла благополучно? Или нет? Нет. Ну, а какой же Бог? Тогда никакого Бога нет. Если мы неблагодарные такие, и Бога нет, так тогда что? Потому что я благодарю себя за то, что я хорошо учусь, развиваюсь. Ну, а дальше-то, дальше-то что? Хорошо, молодец, учишься. А потом-то где-то? Что дальше-то? А там ничего. Ничего нет. Меня существовать не будет. А тогда зачем жизнь дана была? Смысл жизни в том, чтобы её прожить. Да зачем жить-то, когда ничего дальше-то нету-то? А-то всё равно человек сделал часы. Жизнь — это смерть. Человек часы сделал, а потом растоптал. Чтобы жить, чтобы жить, чтобы быть удовольствие здесь и сейчас. Быть хорошим человеком. Да-ка зачем быть хорошим-то? Это невыгодно. Быть хорошим невыгодно. Его все уничижают. Нет, меня никто не уничтожает. Вот, смотрите, сейчас покажу. Подождите-ка. Лука. Иди сюда. Иди скорее сюда. Ой-ой-ой. Ну-ка, подожди маленький. Вот он какой у меня. Ну-ка, давай сюда. Давай. Опа. О, смотри, какие у меня красавцы. У меня вот такая малышка. А вот у меня какая. У неё нет глазок. Вот это мама. Мама, видишь, какой у неё хвост, как у лисы. А это её сынок такой. Моей кошке нет глазок, как он такой. Кошки у нас мышей ловят. У меня две голубятни. И там зерно. Там семечки. И много мышей. А они их укорачивают. Видите как? Без Бога всё тускло. Ни для чего не надо. И друг друга обманывают на каждом шагу. Потому что ничего за этим нету. Дверь открыть нельзя. Велосипед я оставил. Сразу утащили. Притом это делает только неверующие. Вас я не знаю, как звать. А я в Барнауле. Лапкин Игнатий Тихонович. Вы, если зайдёте на наши ресурсы, вы удивитесь, какие у нас женщины, девушки. Как они одеты. Когда в храме бывают. У нас почти все заканчивают университеты с красными дипломами. Ни одного развода нету. А в мире, в России сейчас 86,5% развода. Из 100, которые расписались, 86 разведёнки. Вот и всё. А у Веры ещё нет? А? Я этого не поддерживаю. Ну не поддерживаешь. А что ты сделаешь? Не поддерживай. А вы слышали, что в стране у нас много беспризорных детей? Да. А сколько много, примерно? Вот тут не скажу, но я учусь на специальности, чтобы работать с детьми с инвалидностью. Правильно. Сегодня министр внутренних дел озвучивает около 3,5 миллионов. Как в гражданскую войну, говорит, не было. И что вы сделали? А я верующий? Мне Бог показал. Я образую детский лагерь. Без помощи государства. Я 45 лет начальник детского лагеря. А сейчас ещё 3 года добавить. Уже получается 48. И ни рубля государство не дало. Тысячи детей побыли. А если я не верующий, зачем? В общем, тем более власть только преследует. В стране уничтожено 21 тысяча поселений. Сёла исчезли, пустая земля, там китайцы, южные народы. Мы взяли землю, получили статус, построили храм, построили школу. Нельзя у нас лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда первый разговор ведём. Это что-то стоит. Ну, вот у вас родился. Повторите. Вот есть у нас город замечательный, Екатеринбург. Екатеринбург? А у вас там что было-то? Эта смута какая из-за храма была? Потому что хотели вырубить красивый... А, правильно. Здесь была допущена большая ошибка митрополитам. Люди не жили... А зачем там ещё один храм? Зачем сносят школы и ставят храмы? Да незачем. Для чего это делать? Незачем. Он не нужен. И вы правильно говорите, мы с вами согласны. Те храмы, которые построили, они за них не могут электричество заплатить. Почему? Они очень могут заплатить электричество, при том, что с одной свечки прибыль превышает 200%. Да не 200%. Знаете, Карл Макс говорил, если 200% выгода, капитал оживляется, а при 400% нет того преступления, даже под страхом виселицы, на которые капитал не пойдёт. А в церкви со свечки до 2000% доходит. А, да, прошу прощения. Да. Для этой. У нас, вот мы православные, у нас торговли нету, с тарелкой не ходят. Ни за крещение, ни за что у нас деньги не берутся. Тогда всё здорово у вас, потому что наша нынешняя ООО Российская православная церковь злит меня невероятно сильно. Ну вот у нас, мы православная церковь российская, мы православная. У нас занятия идут. У вас тоже отношения скептические. Да. Они на нас сильно нападают за это. Ну а мы делаем своё дело. Молимся и всё. Одно дело сейчас вот... Вот смотрите. Сейчас везде власть виновата. Жиды продали им. А у нас в семье отец пришёл с фронта, вот так руки не было, левой. И нас десять, пять мальчишек, пять девчонок. И мы ни разу не слышали, чтобы отец с матерью ругали власти. Никогда. Бедно жили, всё. Но ни одного больного нету. Мне вот в 81-й год я ещё одной таблетки не съел. А у меня за плечами опыт большой. За слово Божие меня сажали не один раз. Ещё только не делали. Я живой и радуюсь в Боге. Вы зайдите на наш ютуб, он называется «Во свете Библии». Запишите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Два слова. Игнатий, это я. «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Добавьте. Вижу вас. Ещё открылось? Ну пока нет, я бы позже посмотрю. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Написали? Да, да, да. Сейчас откроется. И по скайпу на меня можете найти. А по скайпу я вам тогда скину материал. У нас сайт огромный. Огромный. Вы на сайт сама зайдите посмотреть? Как я понимаю. Там государственные фильмы у нас снятые. На сайте. Которые заняли первое место на международном киноконкурсе. Документальные фильмы. Нас называют «Искорка возрождающейся России». Ага. Ну, я ознакомлюсь на досуге. Обязательно даже. И по скайпу выйдите на меня. У меня скайп не работает почему-то, так что думаю... Ну, зайдите. Это нетрудно его открыть. Он не работает, скайп. Почему-то не хочет на моем компьютере работать. А почему? Вы где-то находитесь в низине? Почему в низине? Ну, бывает так, где-то долина и вниз туда. И туда не проникает даже телефон. Но я же как-то сейчас сижу в интернете. Ну да, здесь-то вы вышли. Я нахожусь в Барнауле, Алтайский край. Я в Хабаровске живу. В Хабаровске я был. Когда служил в армии. Знаю. Вы зайдете, если на наш YouTube. А потом в «Освете Библии» сайт библейский. Вы там увидите мои книги. У меня 38 книг вышло из печати. Томов. Каждая книга 752 страницы. Фотографиями. Ого. У нас... Каждая книга именно 752? Книги не простые. Они даже видели... Вот, заметьте, живем в Барнауле. И Господь, Бог положил мне на сердце подарить книги библиотекам. Они бедные библиотеки. Мы до Владивостока доехали. А потом отсюда забросили груз к границе. И забирали и возили дальше. Дошли до Лиссабона. Всю Европу прошли. Скандинавию, Прибалтику и Турцию. 650 городов посетили. По милости Божьей. И по цене первого издания подарили книги на 35 миллионов. Ого. Почему? Потому что это моя страна. Мои люди. Вот говорят, зачем это надо? С детьми возитесь. А у нас дети все умеют делать. Представьте, 48 лет я занимаюсь с детьми. 48. Это очень хорошо. Нашему лагерю равных не было. Лагерь Станг. И вы увидите, как дети учатся всему. И на лошадях катаются, на лодках, купаются, работаем, ягоды собираем, травы, игры. И начинаем день с молитвы. Подъем в детском лагере в 5 утра. А зачем так рано? А за тем, кто рано встает? Понятно. А что дальше говорят? Тому Божь. Бог дает, Бог. И поэтому до завтрака надо поработать, искупаться. Они знают, дети все. Вот я повесил там, они знают, кто у нас премьер-министр, кто президент, кто глава администрации, кто изобрел телефон, интернет. Кто интернет изобрел? Я не знаю. Тим Бернерсли, Тимофей. А вот телефон кто изобрел? Мобильный. Я не знаю. Мартин Купер. И дети сразу, Мартин Купер. И мы за них молимся, они живые. Господи, благослови их. Мы молимся за правителей, чтобы не было покушения, чтобы мудрые законы издавали. Чтобы люди могли достойно жить жизнь. Видите, как верующие всеобъятно смотрят. Это широта взглядов, это любовь, радость. Если вы зайдете на наши ресурсы там, и вы увидите, такого нет в мировой сети. Сокровище. Я там отвечаю на 4124 вопроса. Студентам, в милиции занятия, три радиопрограммы вел. Это интересно для людей. И знания получить, это непросто, это много времени уходит. Вопросы спрашиваю, есть? Нет, у меня нет. Все исчерпываю. Думаю, все, что мне нужно, найду на сайте. Вы знаете, вопросы не задают, говорят, по двум причинам. Все знают или еще не знают? Я ничего не знаю. А вот будете знать, зайдете когда к нам? Да. Заходите. Особенно Mail.ru тоже, мой мир называется. Это очень хороший ресурс. Не то, что там одноклассники какие-то. У нас есть страницы в Твиттере, в Фейсбуке, живой журнал. Везде. Но там администрация работает. Вот только на Ютубе у нас 16 тысяч 950 роликов наших. Вы обязательно заходите на наш Ютуб. И вы сами себя увидите, как мы с вами разговаривали, как нам приятно было. Хорошо. Я зайду. Вы меня поняли, да? Да. То есть Господь продляет нашу жизнь, чтобы мы нашли друг друга, поделились добром. У нас получился с вами хороший ролик. Люди будут смотреть и радоваться. Скажут, какую нашел девицу. А я скажу, Господь ее нашел. Ага. Ну все тогда, да? Хорошо. С Богом. И вам все. Храни вас Господь. И вас Господь храни. До свидания. До свидания. До свидания.